меня это все равно это настораживает, это просто ни о чем, это вот такой электрокар, за этими ребятами все, они заберут весь автомобильный рынок, это круче чем в самолете, искусственный интеллект в тачке, это что-то про спорткары, и я просто в шоке, футальная слежка там, третий день подряд восторгаюсь китайскими тачками, нашел, нашел, классическую музыку нарубил, смотришь на облачка, просто муа. Друзья, привет! Сегодня мы в салоне Zikr и мы вернулись в Zikr, потому что мы уже были в одном, но там не было Zikr 009, это большущий минивен 5,2 метра, полностью электрический, у которого запас хода 822 километра, Карл. Давайте смотреть уже, зачем эти слова, пошли. Друзья, это обзор на Zikr X, это новый автомобиль, который презентовали недавно компания Zikr. Вот такой красавчик, у него дизайн, похожий на кроссоверы, такого сегмента, как BMW X1, это не чисто белый цвет, это немножечко с оттенком таким кремовым, машина открывается с кнопки. Это является бюджетной моделью от компании Zikr. Посмотрите, вот такие мониторы, все, закрывается. Когда, допустим, в Zikr 001, там ты закрываешь все руками, открываешь. Здесь же та же самая система. Так, вот машинка классно прорисована, к сожалению. Так, вот она, так уж, ну, тут все взаимодействие идет с автомобилем через дисплей. 360. Вау, крутое качество. Воу, 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 воу. Оф, 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 оф. Выключим. Дисплей имеет хороший отклик. Так, вот здесь вот у нас вот такая вот приборочка небольшая. Здесь touch. Такой, который нам позволяет... Да что такое? Просто хаотичные движения что-то запускают в машине. Вот очень. Белая кожа, атаманка у пассажира. Да, здесь вот у нас 50-ваттная зарядка. Очень круто. Так, как у нас бардачки открываются. Открываются ли вообще? Да, открываются. А вот этот вот нет. Так, вот такой вот в туннеле у нас еще. Вот такой подстаканник, бардачок. Здесь вот у нас что-то можно повесить. Два Type-C по 27 Вт. Мне нравится то, что во всех китайских автомобилях очень мощные зарядки. Потому что сейчас там, допустим, 2 А, это просто ни о чем. У тебя мобила очень быстро разряжается и медленно заряжается. Но как бы в современном мире мне нужна быстрая зарядка. Так, вот смотрите, кнопочки выведены. Ну, точнее, сенсоры. Это там на лобовуху 360. Багажник открыть, подогрев заднего. Ой, вообще, очень все круто. Смотрите, сбор там ничего не скрипит. Все качественно, ничего не играет. Вот эта вот штучка, она будет подсвечиваться у нас ночью. Вот это тоже все будет подсвечиваться. К сожалению, здесь мы не увидим. Камера тоже следит. Тут очень много систем безопасности. Здесь вот ручка из алькантары. Классно сделана. То есть не классически, а вот она сделана как у сумки какой-то. Или как у какого-то дивана. Ковшеобразные сидения. Вот такие подголовники. Все очень качественно собрано. Для меня это прям необычно. Я приехал в Китай. Я любитель японских машин. И я истинно их люблю. И считал, китайцы все-таки, что в них нет будущего. То, что им еще далековато до каких-то массовых автомобилей, которые будут интересны мировому рынку. Но буквально за несколько дней я абсолютно поменял свое мнение. Потому что здесь все очень качественно. Машины крутые. А что удивляться? Потому что все технологии, все ресурсы, все инженеры, все работают здесь. И поэтому китайцам доступны и мозги, и ресурсы, и технологии. Они сами внутри страны все делают. Вот эти дисплеи, вот эти процессоры, на которых вот это вот все вот так вот быстро крутится. И поэтому они могут давать интересные цены вот на такие автомобили. Цены я скажу попозже в конце этого видео. То есть она очень вкусная. И, конечно же, какие-то европейцы, там условно говоря, Audi, Tron, там еще какие-то кроссоверы. Но я уж не говорю там Tesla в кузове кроссовер. Они просто по цене не могут конкурировать с китайцами. Хотя техническая база, она простая, ничего не ломается. Все будет хорошо у вас с этим автомобилем. Потому что здесь там электромотор, редуктор, колеса. Все, батарея, зарядка. То есть вам только по ходовой какие-то резиночки надо будет менять, которые будут доступны по заказу Китая. Мы, я думаю, введем сервис по заказу запчастей из Китая. Увы. Закрываем вручную. Ну, конечно, потолок просто шикарнейший. Когда там будет небо, он такой притонирован, чуть-чуть синевой. Очень круто все выглядит. Давайте чуть-чуть в туннель этот чем удивит. Все-таки не забываем, это бюджетный кроссовер. Так, у нас тут два порта. Это бюджетный кроссовер, поэтому ждать здесь особо чего-то не приходится. Прям чего-то космического. Вот здесь мы можем что-нибудь спрятать. Прорезинено. Так, на заднем ряду тоже очень качественное сидение. Вот эти вот штуки мне нравятся. Очень необычные формы. Аудиосистема от Yamaha, между прочим. Это очень необычно. Вот, посмотрите. Шулгик. Багажник небольшой. Интересно, что у нас будет здесь. Так, здесь у нас просто ниша без колеса. Ну, багажник обычного компакт-кроссовера. Но больше, чем в сейчаре. Наверное, как в Везеле примерно. Это японские бренды. Посмотрите, это все у вас будет гореть. Это находится за пластиковой такой с заглушкой. Очень круто смотрится. То есть, камера все-таки как-то делает мутноватым надпись. Но я вот живым глазом смотрю. Это очень стилево. X. Так, параметры колес. 245, 45-я высота, 20-е колеса. Стилевые диски. Тормоза. То есть, вам из обслуживания понадобятся только колодки. Какие-то фильтра салонные. Ну, и какие-то по мере выхода из строя. Там, разлохмачивание. То есть, какие-то резиночки. Там, походовки. И так далее. Напоминаю, то, что это все можно заказать с Китая. Эта машина стоит 189 тысяч юаней на данный момент. То есть, это там чуть более 2 миллионов рублей. Плюс растаможка через таможенный союз. Итоговая цена в Москве по сегодняшним курсам примерно 2 600-2 800. То есть, до 3 миллионов начинаются цены на этот автомобиль. Пока их не очень много в свободной продаже. То есть, их нужно ожидать вставать в лист ожидания. Но на данный момент, когда вы будете обращаться, если вам интересна данная машина, возможно, уже на стоках будут свободные машины. Так как машину анонсировали в 2023 году, поэтому еще нету должного объема, который нужен рынку. Потому что вот такие вот компактные, бюджетные кроссоверы, технологичные, набирают очень быстро свою аудиторию и продаются очень хорошо. Это показали другие бренды, другие электрички китайские. Это Venn Zikr 009. Этот автомобиль показали первый раз в августе 2022 года. Начали его производить в ноябре 2022 года. По факту продажи начались только в январе 2023 года. В общем, этой машине полгода. Zikr является дочерним предприятием компании Geely. И Zikr позиционирует себя как премиальные электрокары. И вот у нас Venn. Один из, наверное, самых необычных Venn, которые выглядят. Он построен на платформе Geely C1. Эта платформа не предполагала никогда ДВС. Только сразу же постройка электроавтомобиля. И, собственно говоря, что они сделали. Смотрите. Техничка. Очень интересна у этой машины. 544 лошади. Два электромотора. Один наперед, другой на заднюю ось. У него 116 кВт часов. Батарейка 140 кВт часов. Это как опция. Может проехать в первом варианте 702 км. Если у вас батарейка 140 кВт часов, то аж целых 822 км на одном заряде. Представляете? Одноступенчатый редуктор как трансмиссия. 400 кВт. Мощность электроустановки. Вау. 822 км. Знаете, за сколько он набирает 100 км? За 4,5 секунды. Это что-то про спорткары. Но нет. Это Venn от Zikr. Внешность. Какая оптика. Все. Дизайн он просто крайне необычный. Вот эта приплюснутая у него передняя часть. Очень много хрома. Антихром можно сделать. В Россию приедет, можно сделать антихром. Это вопрос нашим детеллерам надо задать. Он 5 метров 20 сантиметров. 2 метра ровно он у нас по ширине. И 1,75 метра у него высота. Давай покажем. Zikr потом загорится, когда он будет ехать в движении. Здесь у нас такие вот стопы красивые. Ну и вот эта монополоса, которая у нас соединяет два края автомобиля, применяется сейчас просто сплошь и рядом. Колеса у нас 255-50-19. Вот такое необычное литье. Но я такого не встречал. Сначала подумал, какие-то пластиковые колпаки. Но нет, это у нас алюминиевый полностью диск. Что скажете вообще по поводу визуала? Напишите, пожалуйста. По мне так выглядит круче Альфарда, круче В-класса, круче Воя, Дримера, который стоит. Кстати говоря, тут это сосед, это прям еще и черный цвет, вообще просто такой черный бриллиант. Особенно вот с передней частью, с этой необычной оптикой. Очень круто будет. Вот эти вот ручки. Кстати говоря, ручки вот, ну, меня до сих пор не оставляет. В голове сравнение, что это Хонда Элизиум. Кто знает японские машины, это был самый большой минивэн у Хонды. И у них вот тоже ручки вот здесь вот совмещались. Ну, просто как будто идея с них взята. До сих пор здесь Хонда, Одиссей, ну, нечто подобное используют сейчас. Вот до сих пор выпускают автомобили вот с такой идеей расположения ручек. Задние двери и передние. Давайте сядем в салон. Смотрите, приборочка аккуратненькая. Показывает нам, что происходит. Открыто дверь, у нас там пассажиры, кто не пристегнут и прочее. Заряд, что происходит сейчас с электромоторами. Ну, в общем, все стандартно для электрокара. Все стандартно для Китая. Ты можешь восторгаться, ну, то, что просто ты не знаешь технологии. Мы никогда с серьезным не смотрели на рынок китайцев, поэтому мы как-то, что китайцы, да вы что, вот электрокары, это лифы. Они даже в Центропарке, в Нью-Йорке, там весь автопарк у них, это было сколько, почти 5 лет назад, все было в лифах. Я думал, вау, если в Нью-Йорке, в Центропарке используют лифы, значит, это вот такой электрокар. Я тут просто каждому автомобилю просто вот так вот восторгаюсь, потому что китайцы, что они сделали в плане электрификации своих автомобилей. Окей, вернемся к нашему Зикру. У нас темно-синяя Алькантара, у нас отъезжающая панорама. Так, задней панорамой я не могу управлять, возможно, через компьютер могу. Так, у нас тут что? Ну, такая вот панель управляет у нас, у нас три, две физические кнопки, это варико, паркинг и джойстик. Все остальное управление печкой, управление кондиционером. Музыка, вся стата. Посмотрим, что здесь. Вау, очень красиво все отрисовано. У нас продаются два Zikra 009. А, даже блокировка дверей. В общем, все вот здесь вы увидите, всю стату, как вы движетесь. Все не лагает, все хорошо работает. В общем, полностью вся машина у вас вот здесь. Здесь вы только смотрите километры. Так, смотрите, здесь автопилот. То есть машина может ускоряться, тормозить, перестраиваться. Водитель может отпустить руль и вмешиваться только тогда, когда того требует ситуация. Автопилот второго поколения. Так, вот здесь вот камера, которая следит за мной. И, кстати говоря, во многих китайских автомобилях она, знаете, то вот здесь стоит, то вот здесь стоит. И нигде не написано, зачем она. То есть вы знаете то, что в Китае у них же вот эта вот тотальная слежка, там вот это вот все. И, возможно, есть такая теория в интернете, то, что камера следит за пользователем, но как бы государство следит за ним за чем-то до конца непонятно. Итак, у нас два мощных Type-C, которые могут питать даже ноут будет работать. У нас музыка Yamaha. Ну, потолок, какой хочется трогать и трогать. Вот эти вот решения на пластике мне нравятся дизайнерские. У нас вот здесь вот окошко дополнительной на стойке, которое нам добавляет обзор, потому что лобовой у нас очень далеко. Вот вы знаете, вспоминая свой ProBox, где все на аналоговых кнопках, и вы знаете, вот, ну, я вот даже не... Это очень все впечатляет, это все очень круто. У меня никогда не было еще авто вот с такими большими планшетами. Мне вообще все подобное нравится. Быстрые там зарядки, вот эти подстаканники, подсветки, которые играют по салону. Я вот даже не знаю. Ну, как бы пока, ну, меня это все равно это настораживает, то, что все зашито в планшет. Как это будет работать? Искусственный интеллект в тачке. Как он мне там помогает, что-то под рулю, безопасностью управляет? Честно говоря, ну, как бы все новое страшно. Это человеческая природа. Купишь такую, я думаю, про боксы сразу продавать не надо. Надо его оставить, пусть все-таки будет. Иногда выезжать на аналоговой вот этой машине, едешь там, это кнопкой там физически продавливаешь, включаешь печку. Так, подождите. Хочу, 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 как всегда. Мы, кстати говоря, сегодня снимали джили. И вот даже, знаете, мы сегодня видели атласы, манжары. Я вот так вот дергал, все, ну, ничего не люфтит. Понимаете? А здесь, ну, я уже знаю то, что эта машина по предыдущему обзору, вот, Zikra, меньшего калибра 001. Я знаю то, что сборка топовая. Поэтому здесь вот, знаете, вот такие вот элементы, знаете, вот там, как бы колонка. Ничего вообще, ничего. Все собрано очень хорошо. Опа. Нашел. Нашел. Напиши это в комментарии. Я знаю, есть подписчик, который ждал этого. Итак, присаживаемся. Так, ну что, у нас тут про Alphard или нет? У нас здесь есть массаж. Запускаем его. Смотрите, в общем, панорама открыта, да? Ее можно закрыть. Ставим, допустим, вот у нас жарковато сейчас. Ставим продувчик. Потом делаем вот так. Массаж работает. Массаж работает. А таманочка выезжает. Так, а еще можно откинуться? Массажик работает. Едешь, почти лежишь, классическую музыку нарубил, смотришь на облачка. В таком вене. Он, кстати говоря, вот, ну, комфортно, да? Я думаю, вы видите то, что здесь просто до 10 миллионов цена. И я вам в конце скажу. Просто я представляю, как кайфово ты себя чувствуешь, если ты пассажир постоянно на заднем сиденье этого автомобиля. Вообще просто вау. Так, вот здесь вот какая-то вот есть панелька. А, вот здесь вот у нас такой вот столик. Тык. То есть можно поставить планшет, можно поставить Mac и поработать. Просто круче, ну, в плане именно сборка, да? Вот как все собрано, это круче, чем в самолете столик. Здесь все бархатом, подсвечивающийся стаканчик. Так, ладно, давайте вернемся. Все-таки не будем слишком раскайфовываться. Массаж нормально работает. Кстати, три уровня у нас вот здесь вот. Ладно, вырубаем это все дело. Так, задвигаем. Так, у этого пассажира все то же самое. Вообще вот это главное место. Но с длиной 5,2 метра здесь вообще нету правил никаких. Можешь находиться хоть где. Так, вот здесь вот кнопки задвигаем. И проходим на задний ряд. Так, смотрите, у меня вот здесь вот две кнопки. Я так... Ну, возвращаемся, собственно говоря. Смотрите, ну что у нас тут. Это получается, что это у нас управление панорамой. У нас тут вот под телефон Type-C. Ой, вообще кайф. Смотрите, что можно делать с этими сидушками. То есть их можно в любой приводить угол. Вот так вот. Смотрите, я вот так вот могу просто здесь лежать. Вот так вот вообще кайфовать. Знаете, что могу? Дергаю еще. Все, я просто лежу. Подушку за голову просто... И вы знаете, что? Я вот лежу вот тут вокруг алькантара, пластик. Вот все тут элементы, какие-то крючочки. Я просто третий день подряд восторгаюсь китайскими тачками. И я, знаете, я не переобулся, чтобы так... Ну что, народ покупает, надо хвалить китайские тачки. Я просто от бренда к бренду хожу. И я просто в шоке. Насколько эти ребята продвинулись вообще в технологиях. Как они могут делать панорамные вот эти свои крыши, компьютеры, сборку качественную, технологичную, оптику просто сводящую с ума, кузова, моторы. Ты читаешь про моторы, какой КПД они добились там. Как они делают ПИЧ-ВИ технологии. То есть машина и на бензиновом моторе заряжается еще и от сети. И это все в одной машине. Просто вау. Они ковид просто так дома не сидели. Они взяли и продвинулись. И вот эти машины буквально вот за последние 2-3 года они так взлетели в период ковида. Это просто какая-то китайская аномалия. За этими ребятами все. Они заберут весь автомобильный рынок. Мне это говорили еще до этой поездки. Я говорю, да, я вас умоляю. Что-нибудь там заберут. Вы еще в Тойоте давно сидели там. Какой-нибудь последний. Нет. Ребятам в Японии, в Корее надо что-то делать. Им надо ускоряться. Потому что что делают в Китае, это просто невообразимо. И я это говорю в электрокаре, который едет 822 километра на одном заряде. И набирает скорость за 4,5 секунды сотню. Просто, просто невообразимо. Ладно, возвращаемся в реальный мир. Смотрите еще по поводу, что нас окружает на втором ряду. Ну, там лампочка, понятно. У нас здесь больше воздуховод. То есть нам жарко не будет и холодно тоже. У нас тут колоночки вверху. Здесь больше нет. Потом вот здесь вот такие вот красивые сиреневые подсветки. По-любому они меняются. Потому что если в Мерседесе их сколько? 15 цветов. 15 в Мерседесе, которые... Мерседесу до этой тачки еще очень долго. Опять, смотрите, видите, камера. Вот что она делает? Ну, никто не знает. Нигде в маркетинговых материалах не описано, что эта камера делает. Непонятно. Так, ну вот здесь вот топовый монитор. И он как-то залочен. Но это все сенсорное тоже. Так, а тут вот еще всякие ниши. Ну, у нас тут HDMI, USB-шка. Здесь у нас что? Даже не холодильник, да? Просто ниша. А, смотрите, у нас еще вот здесь вот такая вот штука. 60 ватт, зарядка. Здесь тоже. То есть мобилы, ноутбуки. Все заряжается. Темно-синяя Алькантара еще, знаете, придает все-таки дороговизны этому автомобилю. Итак, давайте узнаем, сколько стоит этот вэн. Смотрите. Базовая версия на 116 киловатт-часов, которая проезжает 702 километра. Она стоит 488 тысяч юаней. То есть по текущим курсам это 6 миллионов рублей здесь внутри Китая. Доставить, растаможить, всю машину можно забирать в России. В зависимости от курсов это будет стоить. Полный пакет документов, все пошло, поставил на учет. 8-8,5 миллионов рублей. Конечная цена в России. Самая топовая версия на 822 километра, у которой 140 киловатт-часов. Она стоит уже 7 миллионов рублей. Здесь внутри Китая доставить, растаможить. Соответственно, где-то 9-9,5 миллионов рублей. Это полный пакет документов. У вас машина в России, растаможенная. Все лаборатории пройдены, ПТСки. Все получено. Пошли, поставили на учет. В России продается 2. На данный момент они стоят по 11,5 миллионов рублей. Ну, то есть экономия там. Еще, кстати, надо посмотреть. Надо посмотреть. А у них что за версии? И вот как раз-таки они у меня открыты. Zikr, 23-й год. Сейчас давайте посмотрим. Так. Та-та-та-та-та-та. 140 киловатт. Ну, красавчики. Красавчики. Ну, как бы мощное. Давайте посмотрим. Второе объявление. Это за 11,800. Ну, то есть экономия 2,300. В случае этого автомобиля. Так. А вот этот. 2,320. Сейчас посмотрим. Этот на 116. То есть он продается 11,300. А я ему даю цену 8,8500. Три миллиона. Подождем с Китая. Новую. Какую хочешь цвет. Алькантара хочешь там. Вот какая есть на заводе, то тебе и сделаю. Просто топовая машина. Вот есть свободный 10 миллионов. Вы ездите в офис по Москве. Ну, просто хотите эффектно подъезжать куда-нибудь на встречу, в ресторан, в офис, в свои Moscow City заезжать. Это машина для вас. Ребят, внизу напишите комментарии, пожалуйста. Что думаете про электрокары из Китая? Конкретно про Zikr. Потому что у меня даже друг сейчас серьезно обдумывает взять своей жене Zikr 001. Он выходит 5 миллионов рублей. Вот это там в 2 раза дороже. Ну, то есть это не просто, знаете, о, да это в другой стране. Это вообще, это что-то неправильно. Ну, то есть люди прям интересуются. Летят запросы. И мы просчитываем. И, ну, вот, как бы продажи электрокаров. Вот таких серьезных. Идут в Россию. Заходишь, бит посмотреть там. Сил, там, тайканы. У нас в Владивостоке ездит пара тайканов. Ну, вот эти вот электрокары за миллионы рублей, они как бы ездят. Вы просто обратите внимание. То есть, поэтому это, знаете, не в гостях у сказки. Мы не в музее. То есть, эти машины, они ездят по России. Ну, конкретно, может, Zikr 009 вы не встретите там в ближайшее время. Но попроще что-то там. Теслы везде ездят. У нас в Владивостоке вообще машина от США максимально далеко. Ездят Теслы всякие разные. И Иксы, и Эски, и Тройки. Ребят, напишите ваши комментарии. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Пока. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Продолжение следует. Ив부터追 두. Продолжение следует. Продолжение следует. Вới отдельных убийств. Продолжение следует... Прилы.